За 10 лет результатов нет. Можелесмены сегодня собрались за круглым столом выслушать доклады вице-министра труда Ержана Бржанова. Как оказалось, безработица осталась на прежнем уровне порядка 5%. Депутат Айдос Рым задал докладчику резонный вопрос, почему за последние годы показатель не снижается, несмотря на сотни миллионов бюджетных средств. Более того, парламентариям нашли нестыковки в министерских отчетах. Обо всем по порядку. Мирвер Джекьянова, она на прямой связи с нами. Мирвер, добрый вечер. Какие аргументы приводят в министерстве? Эльвера, привет. Главный аргумент вице-министра Биржанова могло бы быть и хуже. По его словам, если бы в ведомстве не приняли необходимых мер, то показатель превысил бы и 6%. Более того, миллениалы уже дышат спину работающим казахстанцам. В течение пяти лет штурмовать рынок труда будет уже более одного миллиона молодых соискателей. В ведомстве стараются поспевать и делают упор на программы подготовки и переподготовки самозанятых и безработных по программам Серпан и Ембек. С 2017 года обучение охвачено 32 тысячи человек. Большинство или 64% охвачены краткосрочным профессиональным обучением. Завершили обучение 210 тысяч человек, из которых на постоянные рабочие места трудоустроено 137 тысяч человек или 65,2%. Но как в очередной раз подтвердилась, статистика дело тонкая. По данным депутатов, в прошлом году ведомство отчиталось о 239 тысячах трудоустроенных. Но после проверки счетного комитета выяснилось, что более половины не проработали на новом месте и двух месяцев. Госпрограмма по трудоустройству работает уже 10 лет, но показатель безработицы не становится ниже 5%. Если верить вашим данным по трудоустройству по 200 тысяч ежегодно, то за пять лет проблема безработицы должна была исчезнуть. Но на деле не так. Наверное, нужно здесь говорить о качестве рабочих мест, об их устойчивости. Качество, а точнее его отсутствие, это главная претензия мажористменов и судя по цифрам самих соискателей. И это при том, что спрос на рабочую силу в стране постоянно растет. К примеру, рабочие квалификации пустуют на 80%, а о готовности работать руками заявили только 14%, привели данные в нацпалате Атамикен. Более того, только 17% взрослых казахстанцев в возрасте 25-64 лет повышали свою квалификацию согласно опросу двухлетней давности, тогда как в странах ОСР показатель чуть ниже 47%. По мнению депутатов, нужно сместить фокус с отчетов и галочек на качество и новые стандарты мониторинга реализации госпрограмм. У нас фактически показателем является факт трудоустройства. Что происходит дальше с этим человеком, мы даже в перспективе трех месяцев не можем определить. Тогда как, к сожалению, допустим, по программам переподготовки есть практика, когда человек переобучается по нескольким направлениям подряд. То есть это идет задвоение, затроение использования бюджетных средств. Эльвира, в Минтруда признают системные проблемы. В ведомстве планируют обучить 210 тысяч безработных в течение пяти ближайших лет и трудоустроить их на 80%. Остается надеяться, что замечания и рекомендации депутатского корпуса будут учтены. Эльвира? Спасибо, Мируэрт. Как говорится, поживем-увидим.